Молочный горький с фруктами и ягодами, диетический и детский. Вот уже более шести лет торговый дом шоколада в Химках производит сладости самого высокого качества. Представители администрации и депутаты посетили фабрику. Здесь подробно рассказали об особенностях продукции и показали процесс производства. Примечательно, что на фабрике разработали шоколад категории ЗОЖ. Его изготавливают на рисовом, кокосовом, овсяном молоке и финиковой пудре. Сладости получаются без глютена, поэтому их можно есть при определенных заболеваниях. Сейчас очень много, в частности, деток, которым нельзя глютен по причине непереносимости глютена или целиалки. В связи с этим мы создали шоколад, который можно абсолютно всем детишкам с самого малого возраста. И обратите внимание на замечательный дизайн, который мы разработали. Появление этой полезной линейки продукции отметили в рамках проекта «Мы первые», который инициировал глава городского округа Дмитрий Волошин. Это одна из, я бы сказал, лучших шоколадных компаний, которая работает на территории Московской области в городском округе Химки. И вот мы сегодня с моими коллегами из малого бизнеса Химки приехали в рамках проекта «Мы первые» посмотреть, как производится шоколад. Нас сейчас проводили по производству, показали. В цехе шумно, но уютно. Небольшой, но производительный. Здесь ни на секунду не прекращается изготовление вкуснейших плиток и конфет. Нам удалось поучаствовать в процессе. Почти 20 тысяч плиток шоколада в сутки изготавливают в Химкинском торговом доме шоколадов. Сейчас я посыплю шоколад сублимированным бананом. Получится очень вкусно и полезно. Сублимированные фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства. Манго, клубника, банан, клюква, брусника и другие добавки используют при изготовлении продукции. Разогретый шоколад поступает в темперующую машину, где при определенной температуре для каждого вида шоколада он выстраивает свою кристаллическую решетку. Он темперируется. После этого он разливается в поликарбонатные формы и уже отделывается любым видом посыпок. Он при разных температурах проезжает, охлаждается и превращается уже в плитку, которую вы можете взять в руки. Перед тем, как попасть в красивую коробку, каждая плитка получает индивидуальную упаковку, которая сохраняет качество продукта. Некоторое оборудование производства получило благодаря государственной поддержке. Правительство Московской области и глава городского округа в Химкин поддерживают компанию. В 2021 году была выдана субсидия на поддержку производства по оборудованию. Компания обеспечивает высокую занятость в городском округе Химки, стабильно платит налоги. Торговый дом шоколада экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Монголию, Китай, Таджикистан, Узбекистан. В планах – Грузия и Армения. В России приобрести сладости можно на популярных маркетплейсах, а также в супермаркетах. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.